Сейчас мой завтрак покажу, офигеете, смотрите, колбаска с капустой. На самом деле, просто Саша-то уже не завтрак, уже обед, он-то проснулся ночью, а я ему компанию составляю. Я в шоке. Саша уже покушал, пришел на десерт. И что такую тарелку маленькую взял? Не знаю. Короче, во второй день ест мой пирог и восторгается. А он говорит, что это лучший пирог в его жизни. Реально, это просто офигенный пирог. Он просто божественный. Таня уже сто раз готовила пироги, они всегда были более-менее вкусные, но этот просто бомбезный. Я не знаю, что там, что-то всем изменилось. Он вчера три куска съел перед сном и сейчас наяривает. Пипецкий просто. А что ты изменила в нем? Он просто пропитан хорошо. А почему раньше не пропитывал хорошо? Так, решила сейчас пропитать. Да, он просто офигенно. Это лучший пирог в жизни моей. Мне кажется, сладковатый. Я в следующий раз, наверное, чуть меньше сахара добавила. Все испортишь. Опять. Опять. Крунчик, да. Кто смотрел вчерашнее видео, тот знает, в чем секретик. Но Саша не смотрел, поэтому он не в курсе. Просто пипец. Ты был, он сочный. Видишь, он не сухой. Он даже сочный. Так, естественно. Я просто пипец. Короче, он даже больше, чем с детям зашел, Саша. Но дети тоже ели с удовольствием. Потому что я его вчера уже ел на полный. Слава богу, что вам меньше зашло. На полный желудок он ел. Так папа тоже на полный. И сейчас на полный. Он сейчас щей поел, колбасу жареную. Просто я там уже курочку поел. Прямо, он просто офигенно. Терник уже никуда не лез. Как может быть, первым таким вкусом? Ну вот, кто хочет так же побаловать своего мужа, переходите к прошлому видео. Я надеюсь, я не забыла оставить там рецепт. Календари. Календари. Тимур сегодня открыл календарь. Сегодня ему попался герой. Сегодня Тимурке понравилась фигурка. Ракета. Как? Ракета его зовут. Ракета его зовут. Это было вчера у тебя, да? Да. И то, что было в третьем, сейчас папа ногами первого. Ну да. А вообще Тимур, наверное, не сильно в курсе сюжета, поэтому ему не так интересно в этот раз, да? Не, я смотрела первый фильм, смотрел и второй. Второй я даже не смотрела. Это же Стражи Галактики, ты не смотрела, что ли? У меня даже... У меня даже... Ты не видела Стражи Галактики? Я? Да. Нет. Давайте посмотрим все вместе один раз на кемаму. Мы можем как-нибудь посмотреть. Нам девочкам, наверное, будет суперинтересно. Мам. Там же есть женские персонажи. Ну для общего развития, да, можем. Я посмотрела первый фильм, второй, хотя я второй первый посмотрела потом. Это приурочено, наверное, к чему-то новому, да? Это, да, потому что там вышел новогодний, там какая-то специальная серия, какая-то новогодняя. И скоро должна еще выйти третья часть. Еще у меня игра есть, которую я уже практически прошел полностью. В общем, Тимур сегодня не пошел в школу, я еще оставила его дома. Помните, у него в пятницу, в субботу была температура. Завтра уже будем смотреть. Что, Саша, календари будем открывать? О, пипец. Саша, календари будем открывать. Хорошо устроились, да? Мне сказала, давай откроем адвент-календарь. Сама решила, пойду переоденусь, умоюсь. Ну, короче, пока делами занималась, своими. Слышу, храп стоит. Думаю, чей храп? Так, номер пять у нас сегодня. Номер пять. Вот он где, Тимурка. Помоги маме. Вот номер пять открытие. Сейчас я покажу вот это. Вот. Вот это. Да, вывергайте. А что, вообще, вообще не видно что-то. Это? Да. Вниз? Вниз? О, я просто... Дай дальше сама. Никак, да? Дальше. Достала. И это у нас клубничное варенье. Класс. Классика. Кстати, я говорила, что 20 грамм. Нет, тут 28 грамм. Почти тридцать. Даже на два бутера хватит с вареньем, наверное. Какие красивые все. Спрашивали в комментариях, почему Саше не даю съесть. Потому что я жадина. Никому не дам. Сама буду есть. Нет, нет, Тима. Я пошел. Ну, Александр, открываем календарь и дальше. Я сплю. Игорь, через 20 минут надо Милану везти к логопеду. Миланы нету. Саша спит. Нет. Это кто был из вас сейчас? Угадай. Угадай. Идиллия. Я думаю, почему Саша разрешил Милане здесь шалаш оставить. Потому что у него самого планы были на него. Не было пока. Вот она построила, пришел проверить. Так удобно здесь. А еще собаки придут, знаешь, тут напукают тепло. Да, Булка? Ты и сам можешь. Могу и сам. Всем привет, дорогие друзья. Я был на канале Саша Таня Лайф. И сегодня распаковочка наших календарей. Сначала ставьте лайк, потом мы начнем вам показывать, что же в этих коробочках. Итак, коробочка номер один. Открываем. Раз, два, три, три, два, один. Поехали. Итак, Танечке сегодня выпадает номер пять. Правильно. Кто внимательно следит за нашими влогами, тот знает, что номер пять. Танюша, внимание. Как ты думаешь, что это может быть? Нет, это что-то тяжелое. Крутое. Это что-то тяжелое. Представляете? Это что-то тяжелое. Итак, поехали. Тяжелое молоток. Ну, говорит, что это. Мудмаски. Маски для мудил. Для мудей. Короче, это маска. Мне кажется, у меня таких уже несколько. Это маска, представляете? Маска. Да. Очищает поры. Мудмаски. То есть, все. Итак, давайте. Сделано в Нидерландах. Не будем останавливаться. Поехали дальше. Что же дальше? Нас ждет еще несколько сюрпризов. Мы просто не можем останавливаться, потому что через пару минут нужно вилану к логопеду вести. Итак, пока вы ставите второй лайк, мы идем дальше. А почему не варенье? А варенье мы же с Симуром съели. Сегодня открывали? А я варенье не ела. А мы съели. Номер пять. А кто в школу ходит? Видишь, ты ходила в школу и нет варенья. Итак, номер пять. И номер пять у нас Rituals. Rituals Exfoliator. Это значит пилинг для лица. Ура! Пилинг для лица. И опять же сделано в Нидерландах. Это очень замечательно. До свидания. Нидерланды сегодня разошлись. У нас все для нас сделали. Но это еще не все, дорогие друзья. Пока вы ставите третий лайк, мы идем к следующему подарку. И как же это было бы интересно посмотреть. Возможно, нам Таня даже покажет. И это FUNF. Даже написано, представляете? А почему написано? Это самая легкая коробочка на сегодня. А самые легкие коробочки самые крутые всегда. Но не точно это. Потому что это... Говно на палочке. Бронзер. Бронзер? Да. А почему не золо донзер? Блин. Еще и не открывается. Ой, Тимур тебя кашляет. Как дед перзет, Тимур. Бронзер! У нас сейчас был адвент календарь с лекарствами. Как раз декабрь месяц. Ну что, бронзер? Люди уже устали ждать. Так, бронзер. Еще и миниатюрка какая-то, да? Без зеркальца. Вот такой вот бронзер. Это бронзер. Представляете, бронзер со звездочками. Кто такой бронзер видел еще в вашей жизни? Я считаю, что сегодня самое крутое, что попалось, это... Варенье! Вот это. Которое мы съели. Сегодня не варенье? Вот это самое мне больше всего понравилось. Ну, не считая варенья, конечно. Так, и какой кофе попадется сегодня моему мужу? Почему тебе маски не понравились? Ну, все-таки уже есть. Итак, мужу. Мужу номер пять. Открывай. Я? Да. Ты разрешаешь мне? Ты же любишь открывать. А что тут нужно делать руками? Приседания. Просто хоп-хоп делать? Это приседания. Трис приседаний. Окей. Я тебе могу сделать. О, черная же, зеленая что-то. Эспрессо интенсо. Эспрессо интенсо. Очень крепкое что-то. Смотри, две палочки только. Это будет мега крепко. Орехи будешь открывать? Давай. Тоже я? Ну. Ты вчера не открывал, кстати. Давай, открывай вчера и сегодня. Номер четыре. Я столько орехов не успеваю съедать. Номер четыре. Ой. Открыть? Да, тут уже открывал. Merry Christmas. Это, наверное, большой грецкий орех. Может, этот как и вам. Нет. Что это? Орех в чем-то. Что такое за орех? Ладно. Ладно. И номер пять. И номер пять. Вот такой вот пакетик. Вкусно было? Жалко одинаковый. Покажи, что там. Ну, попробуй. Ну, пробуй. Интересно. Это миндаль в чем-то. Ммм. Классный миндаль. Мне такой нравится. Миндаль в чем-то мне нравится. Ну вот. И все. Пора ехать. Поехали к Клугуберу. Погода шепчет у нас. Да, снег. Уже, можно сказать, растаял. И поливает дождь. Дрянь вообще такая. Слякоть погода. Как хорошо, что мне никуда не надо. Вот выбрались. Милан из-за театра докинули. Сами едем в русский магазин. Плюс один. Будет ночью пятому ноль. Нет? Наверное. Будет опять снег. А завтра с утра мне к восьми утра нужно в уни-клинику. Все-таки мне сегодня позвонили. Позвонили и сказали, приезжайте завтра к восьми на этот разговор с... Не помню, как называется. Тот, кто облачение делает, короче. Будем разговаривать. Наверное, уже завтра и назначат мне, когда начнется. Не знаю. Все вам расскажу потом. По-моему, если все равно скажу, я тебе лучше киви. Восьми утра это слишком круто, конечно. Но я на завтра согласилась. Но если мне все время надо быть восьми утра, это не. Потому что у нас не очень с Миланой время подходит. Она выходит в школу попозже обычно. А так ей придется из-за меня рано выходить. Что нам нужно? Сметана. Правильно? Угу. Торты мы не хотим, не хотим. Проходим мимо. Это не картошка. Картинка. Картинка и нежный. А вот эклеры. Не любишь эклеры? Как эти, как раньше. Белоруссия тоже, кстати. Белоруссия любит вкусные, что наши танцы. Да. И как здесь. Очень вкусные. Белоруссия. И так же вот так еще разокрашена. Еще так, ну. Смотрится семозно. Нет, сейчас нет. А ты сейчас семозный. Пирожная картошка с начинкой. А я вот всегда больше за классик. А кстати да, у нас мама была. Мама была у нас. Так, а мы что за сметану едем? А, это жир. Это жмалец. Масло вот, мам. Семее польское. Польское. Я в прошлый раз видела. Вот. Не такое? Вот это да. Это вкусное? Да. Вот именно вот это, ты уверена? Да, большое. Да, вот это. Я тоже слышала. Может быть, попробуешь? Вот это сказали, кто пробует. Куда? 4,59. Неужели такое вкусное? Срок годности нормальный. Твердая. Твердая это хорошо или плохо? Так, сметана. Минимум три штуки надо взять. Возьмем майонез на случай, если захочется салат сделать. Греба оливковая я всегда беру. Колбасой напряженка, да? Все полки пустые. А сало? Чесноком, Саш, не хочешь? Где еще сало? А, украинская есть, которую Саша раньше брал? Это какое-то другое. Слушай, колбаснули, да? Пустые эти. Это вот это? О, точно, Саш, это оно, да? Ну да. Это тонкое. Ну это не оно, нет. Украинское? Да, ну, это другое, какое-то новое. Какое? Тут было с чесноком. А это что без чеснока? Ну-ка, почитай. Соленое. Соленое тоже написано. Да. Давай попробуем для эксперимента. А посмотри, может в том ряду есть чесноком. Сало появилось, но и не было. Вон в том ряду, видишь? Там есть чесноком больше. Наели что-то уже? Это не то. Это помягче, кстати. Но оно не написано, что украинское. Да какая разница? Здесь нет вообще украинского. Кутерское пикантное. Здесь нет вообще украинского. У ни одного такого ваня. Да, самое вкусное сало, которое я ела, это украинское, которое прямо на Украине купленное. О, сало с чесноком. Три поросенка. Три поросенка. А я вот люблю вот с прословичками. Такого типа. Настоящее вот сало. А вот. Ну, это все не кто-то. Знаешь, какое украинское сало? Саша взял три шмота сала разных. Наконец-то сало появилось. Вот такое раньше мы брали. Похожее. Было вкусное. Но потом Саша начал участвовать, что там прожилка какая-то стала появляться в последних кусках. Это копченая. Да. Да, да, я понюхал. А это очень мягкое, я чувствую, поэтому классное должно быть. Короче, попробуй. Наконец-то. Так, я предлагаю взять вареные сгущенки, Саша. Будет у нас тортик. Сколько? Давай в банке три возьмем. Вафлики возьмешь сегодня тоже? Да. Три банки вафель или четыре взять? Побольше, да. Ты понимаешь, побольше. Я, кстати, не люблю, когда в вафельных этих тортах еще с вареньем делают прослойки. Мне нравится, когда только сгущены. Да, тебе тоже? Ну, чтобы побольше и пропитать никуда. Да. А у нас капуста квашеная есть еще? Не знаю, моя латвийская еще дофига. Нет, квашеная. Надо про запасного взять, да? Какой запасливый. Это такая вещь, чтобы вы понимали. Это кладезь витаминов вообще. Свинить его не могу. О, свиные шкульки, смотри. Типец, как это вкусно. Я не знаю, по зубам ли мне такое. Прям, да, Саш? Нет, тебе не по зубам еще. Я тоже думаю, что нет. Ах! Вот такой, я думаю, запеченный и причисленный уш. О, фиг, это вдруг они очень вкусные. А вдруг нет. Вот здесь как-то странное выглядит, да? Как будто бы сгущая. Успорченные. Нет, а вот эти хорошие. Завнимательные. Да нет, хорошие. Вот это странно, конечно. О, я смогу. Возьми мне, пожалуйста. Да не сможешь. Я смогу. 5,29. Саш, ты что? Серьезно? Конечно. Подавилась вечером этим ушком? Ты будешь смотреть, что я не подавилась. Убери. Так, что нам еще нужно? Кстати, мы какое-то сало выложили. Взяли вот такой. Нет, смотри, это сало исключительно для жабки с яичницей. С яичницей, да. Нам здесь чуть-чуть мяса должно быть. Мне такое нравится кушать. Таким салом яичницу не будешь жарить. Будешь гореть. А еще мы взяли вот горчицу. И хрен. Столовый. Хрен или хрен? Охрен его знает. Охрен его знает. Хочу, знаете, что еще эти? Вареники с картошкой. Давай искать. Маленько не хочу. Даже смотреть на ней не могу. Она не вкусная, оказалось. Последний раз это как-то мы ее переели. Уже еле доели, с трудом. Покажу вам немного, что тут есть. Посмотрите, есть перекись. Евро 59. Латышская что ли? Ну да. Крем для рук. Пробиотик. Бесценный. Дегтярное жидкое мыло. Репейное масло. С красным перцем даже. 2,25 стоит. Тройной одеколон. Зеленый и желтый. Евро 79. Сила хозяйственного мыла. Евро 49. натертая хозяйственная, я так понимаю. Тройчинка для ножей. Быстрый обзор, да, вам? Свечи. Как в церкви, только не в церкви. Церковные свечи для домашней молитвы. Я люблю в таких полочках пошоркаться, посмотреть, что есть. Открывашки, смотрите, какие расписные. А это что? Какой-то камень. Непонятно. Капусту шинковать доска. Для тех, кто живет далеко от русского и лень ехать, я вам покажу, что у нас тут продают, чтоб вы знали, стоит ехать или не стоит. Спиртовый пластыр. Евро 39. Ну, как-то так. Ну, и пельменицы, естественно. Кстати, есть большая, это, наверное, нельзя. Это больше наши, а стоит так же само. У нас вот такого размера, по-моему. Так, а также коврики эти типа Кузнецова. Лото. Домино. Вот такие вот вафли. Ненормальные же, да? Да. Наверное. И вареник с картошкой прошелся вкусной. Мы что подумали? Мы... Это я уже показала. Вот это сало мы нарежем. А не говори, мы дома сделаем и покажем. И полем сверху вареники. Все рассказал. Ну, ладно. Икра вот, думаю, заказать в магазине, не заказать. Пойдем здесь. Это вот. А я вот чейки не хочу, это честно. Абсолютно. Иногда она меня находит. Но в прошлый раз мы так переели. Сколько вот это вот стоит? Нету цены, да? Просто ради сравнения, интересно. Ну ладно, в интернете закажу, если захочет. Ну, пришло время Артемкиного адвент-календаря. Ну что, это мы домой зашли. Саша дразит собаку. Десять тысяч. Сто евро. Один евро пять. Ну и что, как ты думаешь? Сколько нужно, чтобы три раза? Да. А есть еще шанс? Ну любой из этих, если два раза что-то попадется. Ну давай. Десять тысяч давай. Опять. Ну хотя бы на правду похоже. Опять. Серьезно? Они должны быть в одном ряду? Можно так, да? Три следующие выплаты в группе фельд. То есть все равно, да? Да. Ну значит, ты уже за пять дней десять евро выиграл, да? Да. В день по два евро. Нормально. Нормально. Довольно? Да. Довольно? Да. Что там? Что там? Саша мой делает. Ха-ха-ха. Ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха. Ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха. 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 У него свой секретик. Он взял большой миксер туда хурму. конечно конечно иди сбей конечно молодец спасибо просто из одной формы столько получается много я мылась мы игрались не успокойся девочка сама принесла не не дам унесла на пары игры она как бы вообще не по лидеру и бегать и все да такая даже не обращая внимание артем что артем покажи обновку она убирается давай молодец молодец у меня осталось там на полу убрать всякие носки там такие которые гильярны новогодние там где такие типа носочки красные красота это же не нужно сразу оденешь они может отдышаться артем был в городе гулял купил себе копту как он называется худи да ну как там на вашем говорят полюбер видер шварц артема 20 цвета существует черный и белый крайнем случае серый нормально это хороший ну чем почем 40 ровно 39 99 а теперь по мере с кожанкой давай по и зрителю он имеет вкус он напишет хорошо тебе или плохо тема ты пловеру размера купил уже фига себе приколица короче кожу ему рома подарил рома это сашин брат у нее в курсе артем говорит что ему не подходит и подруга его так говорит а мы с папой говорим что ты крутой чел в этой куртке ну скажи классно ладно сейчас холодно к весне еще в плечах поширеешь немножко и будет вообще огнище а чё ты не застегнул наоборот хорошо так зрители короче мы ждем вас вашего мнения артем лично зайдет и почитает так ведь да именно так именно так а еще у нас такая новость артем сегодня ездил сдавать теорию на скутер почему застегнута плохо выглядит офигенно выглядит вообще огонь и он не сдал конечно же теорию с первого раза в смысле почему конечно же мы на него на самом деле надеялись но он все равно молодец ему не хватило всего лишь одного пункта опять же волнение поймите вода мандраж на второй раз уже пойдешь на легкие ты уже знаешь что как я когда начал сдать все я сижу смотрю на дяде да как она получит информацию сделает скопирует я сижу так весь он дома делал хорошо даже без ошибок бывало да а пошел ну и немножечко теперь просто поднатаскаешься и главное знать и ты знаешь какие-то ошибка была ну знаешь так ждем ваше мнение по поводу курточки вы понимаете уборка на ночь было аж не просто так правда милана да а почему папа подарок хотел милане подарить мы ждем а подарок и порядок был сегодня ты думаешь ночью придет барабашка и все разгромит нет папа она теперь спать не сможет без подарок придется школы папа нам же тоже интересно получишь что подарок а так обманчиком попахивает порядок сегодня а подарок а потом будет я уже хотел сказать все девочки расходимся но нет подождите не расходились по ходу будет приходит мне говорит мам ботинок говорит на улицу ставить николаус придет с утра чтоб не жалко чтобы был холодный и мокрый который завтра надевать не собираешься тимур уже поставил свой кроссовок милану по моему еще нет слышишь наш старший тоже собирается ставить башмак своего 46 размера милана ты свой башмак уже поставил нет еще а тимур поставил моё если девочка пришла к маме посмотрите какой ужас это что это сезонная или что это вроде и залыси нету и шерсти у нее хватает и блестящая красиво желтки такого нет поэтому может сказать что это равные типа породы это странно если этого по сезон мне кажется у карамельки было бы ну не знаю может как-то породы зависит посмотрите еще недавно такого не было кто-то разбирается в мужских свинках пожалуйста сообщите вроде выглядит здоровенько все не хорошо кушать хорошо пьют хорошо залыси нету не чешется но но там там реально можно можно вот так вот сделать просто да у карамельки такого нет вот чуть-чуть совсем видите у нее прям всыпется все хотите витамины купить но мы хотя мы им же даем овощи фрукты кушать плюс у них очень хороший корм который нам советовали в зоомагазине что он один из лучших потому что знаете он в гранулах идет и нам сказали что это лучше чем когда вот отдельно там все насыпано потому что иначе они выбирают просто какие-то определенные продукты другие не ест не едят а им нужно чтобы все сбалансировано было и поэтому нам советуют в гранулах пока они вам стелят на тебя зелень пока погрызем зелень погрызем но эти будешь ставить убедили я милане обещал подарить подарок вообще просто так на самом деле но попросил заболу наведи порядок комнате чтобы там четко я тебе подарю подарок как бы мы что-то любишь подарочки а кто же их не любит девчуля ты моя внимание открывай а какая красивая упаковка и бантик очень красивый шкотка может мама съесть да и я думаю я его еще в берлине взяла красиво там можно делать всякие открытки вау спасибо неожиданно да не за что ну расскажи папа предысторию милана хотела купить это в берлине я купил ей в тихаря от миланы в тихаря от миланы и она не могла решиться было жалко потратить все свои деньги за одну штуку да я очень хотела эту штуку потому что у меня в школе день рождения я хотела сделать красивые открытки для друзей а тут конвертия смотри а это что нет уже не помню а тут идеи наверное как можно сделать да или как рисун тоже а это это типа вот так вот просто как раз милана день рождения на носу и нужно писать пригласительные друзьям вот это мне кажется будет а когда могу писать ну может уже начинать ну мы сначала зарезервируем то что ты хотела я тебе скажу точно да ты и тогда сможешь писать хорошо пока не порть потом с мамой сядем красиво и напишем всем особенно мальчикам я думаю понравится топ модель пригласительные будут у тебя мальчики на вечеринке два два мальчика будет да один макс и я еще одного другого взяла ну если хочешь и можем других аналитиков про тимура забудем мы сейчас про друзей говорим аааа потому что макс я его обязательно хотела пригласить да у меня еще один есть друг я подумала заодно чтобы максу не было чтобы он не был один мальчик и я еще другого приглашила друга ну что все так тяжело все друзья на этой веселой ноте мы с вами прощаемся до завтра пока пока желаем и вам много приятных сюрпризиков неожиданных всем пока пока пока